На Ямале нашли 15-летнюю школьницу, которая две недели назад пошла в гости к брату-оленеводу и потерялась. Все это время она пыталась найти дорогу домой, блуждала по тундре, питалась ягодами. О том, как иногда такое заканчивается благополучно. Евгения Любимская. Три дня и три ночи до обращения к спасателям Ямалспаса прошло с момента, когда родственники пропавшей в тундре 15-летней Светланы Евай потеряли надежду найти ее самостоятельно. Уже 11 августа в Гаданской тундре развернулась поисково-спасательная операция. Главная цель – найти ребенка живым. 15 долгих дней никаких вестей. Поиски вели с воздуха и на земле. Под пристальным взглядом каждый метр. И вот долгожданный результат. Девочку нашли. Это случилось в 11 километрах от стойбища, из которого она вышла еще 8 августа. Следственно-оперативная группа и спасатели Ямалспаса на вертолете, в выделенном правительством Ямалниевского автономного округа были доставлены в стойбище, откуда исчезла девочка. Девочка обнаружена живой, но ей требуется медицинская помощь. 15 дней в полном одиночестве, без еды и воды, без крова, но с огромным желанием жить и надеждой, что ее найдут. Такой ее увидел спасатель Виталий Павлючков, который все это время лично участвовал в поисках. Он одним из первых смог пообщаться с ребенком. Теснительная, конечно, как бы вид ее изможденный, что она все-таки все это последнее время. Больше, как она говорит, что больше, я, говорит, мне хотелось спать, потому что столько времени в тундре ходить, это вот, а из питания, что говорится, ну что там. Это благо воды много, а та-за, гдамская тундра, она напитана водой. Получается, питалось только вот то, что вот ягодки, они еще не совсем спелые, но только так. Еще несколько часов в воздушном пространстве девочку доставляют в райцентр Тазовский. Борт приземляется на вертолетной площадке, где ее ожидает карета скорой помощи. Конечно, родные и спасатели, которые все это время жили надеждой, что ребенка найдут. Девочку буквально под руки ведут до машины и передают медикам. Здесь, 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 ногу, ногу. Состояние девочки средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Она смотрена анестезиологом или аниматологом, бригадой скорой помощи. Все жизненно важные органы ее сохранены, никаких нарушений нет. Давление стабильное, пульс стабильный. На сегодняшнюю минуту она находится в детском отделении Тазовской ЦРБ, где ее в ближайшее время осмотрят узкие специалисты. Жизне угрожающих состояния у ребенка нет. Спустя сутки после того, как Светлана Евай попала в руки к медикам, самочувствие девочки стало лучше. Но общается она пока только с родственниками. Сказала, не хочет ни с кем разговаривать, отдыхать хочет. Выживала, морожки кушала, пила воду из рек, диких зверей встречала, росомаху только не нападала, просто мимо пришла и песцов. Сейчас ребенку необходимо восстановиться, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но очевидно одно, что совместная слаженная работа ямальских спасателей, правоохранителей и родственников девочки принесла главный результат – ребенок найден живым. А это самая большая награда для всех участников непростых поисков в бескрайней Гданской тундре. Евгения Любимская, Андрей Селенко, Илья Спаский, Вести, Ямал.